Здравствуйте! На всю Владимирскую вещает телерадио компания «Губерния 33» в студии Александр Козлов. Как всегда, мы выходим сразу в двух форматах. Телеверсия программы доступна зрителям канала «Домашний», а в эфире радио «Дача», его частота 179FM, идет аудиоверсия программы на всю Владимирскую. Также запись можно найти на нашем сайте, его адрес сети интернет trc33.ru. Начнем понемногу. В Владимирской области стартовал избирательный сезон. 23 января ставил встреч представители политических организаций области и руководство областной избирательной комиссии. Говорили на встрече о предстоящих в наступившем году муниципальных выборах, о подготовке к кампании, не обошли партийцы вниманием и проблемы, возникавшие на выборах прошлых лет. Вообще, тема выборов обладает свойством информационной неисчерпаемости. В связи с этим мы решили сегодня пригласить к нам в студию программы на всю Владимирскую председателя областной избирательной комиссии Вадим Минаев. Вадим Александрович, здравствуйте. Добрый день. Ну, во-первых, такой технический вопрос, просто чтобы актуализировать информацию, потому что не все зрители знают о том, какие выборы нам предстоят, какие предстоят, кого будем выбирать, когда, где, сколько мандатов мы будем распределять. — 15-й год. Год непростой. Масштабные избирательные кампании, но для того, чтобы оценить масштаб, скажу, что выборы пройдут на всей территории Владимирской области, за исключением города Коврово, в котором выборы прошли в прошлом году. В них будет задействовано 22 территориальных избирательных комиссии, то есть, опять-таки, кроме города Коврово, будет вакантным 1220 депутатских мандатов и один мандат главы муниципального образования. То есть, единственные выборы главы муниципального образования, которые у нас пройдут 13 сентября 2015 года, это выборы главы округа Мурово. Всего по состоянию на сегодняшний день нас ожидает 101 кампания. Вот, как я уже сказал, это одна кампания по выборам главы и 100 кампаний по выборам депутатов, представительных органов, поселковых советов. — Да, да, да. 97 кампаний основных и 3 кампаний дополнительных и повторных. — К встрече, которая у вас была 23 января. Вот, прочитал я информацию, 55 политических партий у нас зарегистрированы в области, на встрече присутствовали менее половины из них. Вот этот факт, он наводит, в общем-то, на размышления. Какого толка? Либо это, с их стороны, игнорирование, в принципе, избиркома, как некоего органа, который представляет вот эту сферу со стороны государства, либо это отсутствие интереса к избирательной кампании как таковой. Вот как это интерпретируете? — Ну, вообще, всё познаётся в сравнении. Когда мы проводили семинар по итогам избирательной кампании 2014 года, к нам пришли в гости представители всего 9 региональных отделений политических партий. — Так кто ж по итогам? Уже всё прошло, а тут-то всё наступает. — Тут всё наступает, и выскажу своё личное мнение. Цифра 23 для нас достаточно показательная. Это неплохая цифра. Дело в том, что без всяких оценок, это просто голая информация, до некоторых региональных отделений политических партий мы просто не дозвонились. Либо телефоны не отвечали, либо там уже на другом конце провода было сказано, что аппарат отключён от сети, либо номер заблокирован. Ну, такая вот ситуация. Поэтому я отдельно хочу поблагодарить представителей средств массовой информации, которые сумели донести сведения о том, что состоится такая встреча до максимального количества участников избирательного процесса. Будем надеяться, что на последующих встречах, а мы планируем проводить такие встречи, ну, как минимум раз в два месяца, в конце февраля, в начале марта мы планируем провести занятия для представителей недавно созданных политических партий, для тех, которые не имеют опыта участия в выборах. Будем рассказывать о том, как проводить мероприятия, которые связаны с подготовкой и проведением выборов. Это конференция, общие собрания, выдвижение кандидатов, подготовка документов. Для, ну, скажем так, опытных наших игроков, ну, в первую очередь, это Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, их региональное отделение. Также у нас достаточно активно и часто принимают участие в выборах представителей регионального отделения РДП «Яблоко», «Патриоты России». Тем не менее, вот даже в ходе дискуссии, которая у нас состоялась, они выразили заинтересованность в нашей помощи, поэтому, скорее всего, с этим мы будем работать по индивидуальной программе. У нас есть уже такой опыт, когда они формируют блок вопросов, но все-таки уровень подготовки, сами понимаете, разный. У тех, кто участвует в каждых выборах, у тех, кто вообще в выборах не участвовал, поэтому уже где-то на протяжении трех или четырех лет мы используем такую практику, когда представители региональных отделений собирают своих местных представителей, заранее формируют блок вопросов, мы смотрим, кто на эти вопросы может ответить, выходим, отвечаем на эти вопросы. Вообще, с вашей точки зрения, по-вашему, партии уже начали готовиться к выборам, они активность проявляют какую-то? Тяжело говорить о всех, но вот если говорить о той четверке или шестерке политических партий, они всегда начинают это делать заранее, потому что выборы, процесс очень длительный. Для того, чтобы нормально стартовать или нормально отработать вот этот двух с половиной-трехмесячный период, подготовка к нему обычно начинается заранее. Поэтому, скорее всего, и коммунисты, и представители Справедливой России, и той же Единой России, и ЛДПР начали эту подготовку, ну, сразу же после того, как минимум, как завершилась кампания 2014 года, если не раньше. По крайней мере, те действия, которые они совершают по явлению в информационном поле, как на федеральном, так и на региональном уровне, в общем-то, говорит об этом. Я предлагаю сейчас немножечко отойти в сторону, обратиться к еще одному участнику выборной кампании. Да, у нас есть избирком, у нас есть партии, которые избираются, у нас есть еще избиратели. Это основной участник, да? Основной участник. Мы сегодня, наши корреспонденты сегодня провели небольшой опрос на улицах Владивера, мы к жителям города обратились с вопросом, ходят ли они на выборы. Собираются ли голосовать в сентябре, и что их может сподвигнуть на то, чтобы активнее ходить на выборы. Давайте сейчас посмотрим сюжет, потом продолжим разговор. Вы ходите на выборы? Да, хожу. Скажите, пожалуйста, почему вы это делаете? Вы считаете, что от вас зависит ситуация какая-то? Ну, в принципе, если никто не пойдет, тогда что? Тогда ничего не получится. Поэтому, слушай, мы идем. Как вам кажется, какой может быть стимулирующий фактор для того, чтобы наше политически неактивное население шло на выборы? Чтобы выполнялись обещания, которые даются. Они чаще всего не выполняются, поэтому и получается так. Люди не верят уже. Почему не ходите на выборы? Вы считаете, что от вашего голоса ничего не зависит? Ничего уже не изменится? Ну, думаю, да. Скажите, пожалуйста, а что вас может побудить найти в себе силу и пойти проголосовать? Хоть даже кто-то все? Не знаю даже. Желание, собственно. Сейчас желания нет? Нет. Ну, я думаю, от одного голоса ничего не изменится. Как вы считаете, почему у нас происходит такая ситуация, что много народу неактивно политические выборы не посещают? Ну, возможно, люди думают, что уже все выбрано, уже от их голоса ничего не зависит, поэтому они не ходят на выборы и не участвуют в голосовании. Стимул, каким можно заинтересовать людей, чтобы они пошли и сделали свой выбор. Наверное, надо больше объединять своих знакомых, друзей, просто вместе идти. Кто-то не хочет, ну, можно же уговорить. Вот на работе мы как-то все, вот как-то все ходим. Ну, вот такая вот, не знаю уж вас, для вас, как для председателя избиркома, радостная, знакомая, незнакомая, нерадостная картина. Но, тем не менее, такая картинка получилась. Объективная. Объективная. Ну, вот, кстати, с точки зрения муниципальных выборов. Ведь местная власть – это наиболее близкий к, по вашей терминологии, назовем, коллекторату уровень власти. К избирателю. К избирателю, да, уровень власти. И вроде бы предполагается, что именно на такие выборы люди и должны более активно идти. Все-таки, если говорить о регионально-федеральном уровне, это все там далеко где-то. У нас, наоборот, как правило, муниципальные выборы менее посещаемые. Парадокс какой-то получается. А почему? – Хороший вопрос. Если найдется кто-то, кто выдаст на него грамотный ответ, после чего все сразу сделают вот так, как он посоветует, ну, наверное, человек получит какую-то государственную премию. Проблема комплексная. Мне всегда тоже это было интересно, почему так происходит. Один вот буквально из моментов, давайте мы вспомним, сколько информации вываливается на избирателей во время проведения федеральной и даже региональной государственной кампании. Это федеральные СМИ, потому что, как свидетельствуют социологи, основную сейчас все-таки информацию люди получают из телевизора, молодежь пользуется интернетом, электронными средствами массовой информации, которые в период проведения выборов, они заполнены информацией о выборах. Если мы спускаемся на уровень муниципалитетов, то здесь у нас становится как-то более печальной. У всех у нас в памяти вот эти вот красные перетяжечки на улице, все на выборах, которых в последнее время даже не стало. А ведь информация о... Плохо отпечатанные плакатики на столбах. Но мы все-таки здесь попробуем защитить и свою честь, и честь своих коллег. В последнее время избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия достаточно серьезное внимание этому вопросу уделяют. Забегая вперед, скажу, мы сейчас начали подготовку к конкурсам детского рисунка по всей области. То есть во всех территориях, где пройдут выборы. Через родителей решили заходить. Через родителей. В качестве приза мы предполагаем следующее. Победители конкурса увидят свои работы напечатанными и распространенными на всей территории того муниципального образования, где будут проходить выборы. Ну, примерно так, как мы делали в девятом году при проведении выборов депутатов законодательного собрания. Честно говоря, сработало. То есть вот это просто штришок. Я не претендую на какую-то комплексность. Проблем огромное количество. Вот одна из проблем – это информированность. Это информирование избирателей о том, где будут проходить выборы, как будут проходить выборы. Потому что проводим социологию по результатам избирательной кампании. К сожалению, да, мы получаем такие данные, что мы не знали, мы не слышали. Мы-то считаем, что когда проходят выборы, мы в эту тематику погружены. Все должны знать. Оказывается, не все знают. Поэтому вот еще одно направление, на котором мы будем работать. Один из ответов наших респондентов касался того, что не выполняют обещания кандидаты, которые в свое время дают. Тут я хотел бы немножечко его расширить. Вот в какой смысле. На днях Госдума в третьем чтении приняла законопроект. Я даже тем, кто интересуется, сообщу, что номер его 447-241 законопроект, который вносит поправки в избирательные законодательства. В частности, там есть норма, которая касается местных выборов. Она в следующем заключается, что депутаты местных советов, уличенные в систематических прогулах заседаний советов, не допускаются к досрочным выборам. Ну, там советы должны проходить раз в три месяца минимум. Если не проходят, значит, уже какие-то нарушения. Соответственно, прогульщики не допускаются к выборам. Почему прогулют? Ну, возможно, там просто игнорируют заседание. Возможно, какой дестабилизирующий фактор выносят. Вот со стороны избирательной комиссии за работой советов какой-то контроль ведется? Или мы избрали, там дальше они уже в своем свободном плавании. Где вот эта грань, когда ваша, не ваша? То, что касается закона проекта, его сегодня одобрил Совет Федерации. А, одобрил уже. Его сегодня одобрил Совет Федерации. То, о чем вы говорите, речь идет о досрочных выборах. Уже в законодательстве давно и успешно действует норма, в соответствии с которой, если глава досрочно сложил свои полномочия, то он не имеет права принимать участие в тех выборах, которые проводятся в связи с этим. То же самое касается и здесь. То есть, если депутат досрочно сложил свои полномочия, мол, он не присутствовал еще, не исполнял свою работу, то есть ту, которую ему доверили избиратели, то он точно так же лишается данного права. Мы не наделены полномочиями отслеживать этот момент. Этими вопросами занимаются другие органы. Но чисто по-человечески, вот просто как человек, не председатель избирательной комиссии, хотя и председатель избирательной комиссии я это поддерживаю. Да, я считаю, что это справедливо. Я считаю, что это справедливо, потому что выборы, это достаточно затратные мероприятия. Мягко говоря. И если бюджет, да, очень мягко говоря, если бюджет потратил определенные деньги, вне зависимости от того, какой это бюджет дефицитный или дотационный, он все равно потратил эти деньги. Он потратил на то, чтобы организовать данную компанию. Поэтому будь добр, отработай вот те полномочия, которые были тебе доверены. И которые были в какой-то мере оплачены за счет бюджета. Если ты хочешь досрочно сложить по и полномочию, должна быть какая-то определенная причина для того, чтобы это произошло. Но уж если ты и не ходил, и пропускал регулярно. Сам виноват. Давайте вернемся к пятничной встрече вашей с партийцами. К вам со стороны участников традиционно есть такие, назову их образно, вопросы-претензии. В частности, один из них касался предложения по отмене экзитполов, которые проводятся на выходе из участков. Вот тут сразу два вопроса. Во-первых, как правило, это связывают с одной партией, с Единой Россией. Почему-то? То есть у меня вопрос КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия этим инструментом не пользуются. Это первый вопрос. А второй вопрос, что избирком в этом смысле может сделать? Ну, нам еще посоветовали, ну, в качестве предложения тоже было. То есть, я повторюсь, это был очень такой интересный открытый диалог. Представители политических партий высказывали свое мнение, идея, не скажу, что мы с ними, там, со всеми абсолютно были согласны. Ну, вот, в частности, вы уже сказали, идея о запрещении экзитполов, идея о запрещении в избирательных участках в местах временного пребывания избирателей. Ну, если следовать такой логике, здесь уж простите за сравнение, но если ее продлить, то я бы предложил запретить электричество. Ну, согласитесь, опасно, если гвоздь в розетку засунуть. Ну, да. Точно так же, как экзитпол, точно так же, как и участок в местах временного пребывания избирателей. Это инструмент, которым просто нужно уметь пользоваться. Справедливая Россия, если мне память не изменяет, на последних выборах предлагала, точнее, уведомляла избирательные комиссии о том, что они собираются проводить экзитпол где-то на муниципальных выборах. Проводили, не проводили, сейчас не готов сказать, но, насколько я помню, не проводили. Это инструмент. Если кто-то им не пользуется, запрещать этим пользоваться другим, наверное, это будет несправедливо. Потом, любой запрет, он должен быть обоснован, и он, на мой взгляд, должен иметь какие-то прецеденты. То есть, этим механизмом, этой технологией пользуются во всем мире. Это совершенно нормальное явление, это совершенно нормальный инструмент. Та самая пресловутая Ладога, которая 11-го года, уже много об этом говорили, там и про 6 тысяч эти бюллетеней, и про пожар. Ну, и по факту, если смотреть, есть прецедент, с которым мы области, я имею в виду, прогремели на всю страну. И есть грядущие выборы, многочисленные, на которых, собственно, вот эти технологии, опять-таки, могут быть применены. Ну, чисто теоретически, ведь временные участки никуда не денутся, они были, есть и будут. Вот. Соответственно, как этому противодействовать вы можете? Вот таким проявлением. Я напомню, что вы сами сказали, что это произошло в 11-м году. После этого были достаточно масштабные кампании 12-го годов. В 13-м году мы выбирали губернатора и депутатов законодательного собрания, при этом у нас было достаточно большое количество муниципальных кампаний. В этом году у нас было порядка 20 кампаний, ушедшим в 14-м году. Были ли временные избирательные участки? Да, были. В 13-м году у нас было два избирательных участка в местах временного пребывания избирателей. Это Владимир и Ковров, оба участка, в больницах. В этом году, опять-таки, в Коврове, в больнице, также был избирательный участок. Запретить их, это значит лишить возможности людей голосовать. В Коврове порядка 100 человек проголосовало. Во Владимире и в Коврове в 13-м году где-то порядка 300 человек проголосовало. Мы учимся на своих ошибках, потому что любое законодательство, оно имеет какие-то, ну скажем так, недочеты. Я бы не стал с нашей стороны называть лазейками. После любой кампании, обратите внимание, вот некоторые говорят о том, что надо прекратить изменять избирательное законодательство. Но ведь эти изменения, они не носят самоцель, они обычно принимаются после того, как... Как реакция на некие события. Ну да, в общем-то, происходят какие-то ситуации. Вот в частности, в качестве одного из шагов, который был принят на федеральном уровне, в 12-м году был принят закон, в соответствии с которым у нас теперь участковая избирательная комиссия формируется сроком на 5 лет. Они работают на постоянной основе. И включить человека в состав избирательной комиссии участковую можно только после того, как он попадает в состав резерва. И это касается в том числе и участка... То есть он уже перенимает опыт. Мы учим этот резерв, мы учим постоянно членов участковых избирательных комиссий. То есть вот если раньше участковые избирательные комиссии формировались непосредственно перед выборами, вот их перед выборами быстро сформировали, они выборы отработали, и после выборов их полномочия заканчиваются. Сейчас мы их сформировали на 5 лет. У нас сейчас есть кадровый резерв. Если человек выходит из состава участковой избирательной комиссии, партия не может предложить любого. У партии должен быть резерв сформирован. Эти люди должны быть в резерве. Если в резерве нету человека, мы просим партию включить в резерв. Причем в прошлом году в ряде случаев были моменты, когда мы, выполняя требования Центральной избирательной комиссии, а Владимир Евгеньевич Чуров, он настоятельно требовал, чтобы на всех участках и местах временного пребывания председателями комиссии были представители оппозиционных партий. У нас проблемы были с этим. Интересно. Но, тем не менее, мы выполнили требования вышестоящей комиссии. Все понятно. У нас сейчас время губернских новостей. Мы расскажем только некоторые из них. А с полной новостной картиной дня можно познакомиться на нашем сайте и в адрес сети интернет trc33.ru Итак. Процентные ставки по ранее взятым кредитам для сельхозпроизводителей повышать не будут. Об этом договорились представители крупных банков и агрокомплексов. Ситуации на рынке кредитования и сельского хозяйства сегодня волнует весь Владимирский регион. Аналитики прогнозируют рост цен на мясо, молоко и птицу в связи с тем, что к весне некоторым производителям придется покупать корма в кредит. Плюс играет роль предновогоднее повышение кредитных ставок. Каждый банк будет сейчас работать с предприятиями индивидуально. У них сегодня не хватает залоговой базы, чтобы взять. Но взять-то сейчас не 16, не 17, а 22,5, а может быть и чуть-чуть больше будет. И мы договорились так, что они сейчас и в индивидуальном порядке работают. По предыдущим кредитам они ставки не будут повышать. Так вот мы договорились с ними. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, поголовье крупного рогатого скота в области вскоре должно вырасти на 3,5 тысячи. Также в перспективе разведения рыбы. Что касается растений и водства, то ближайшей весной будет засеяно почти на полторы тысячи гектаров больше, чем в прошлом году. Ведется работа по введению в эксплуатацию трех тепличных комбинатов и открытию цеха по переработке сельхозпродукции в петушках. Обещал помочь аграриям региона Россельхозбанк. Мы заложили лизинг. И вот сейчас главная задача, чтобы нам свои обязательства Россельхоз выполнял. Они тоже нам обещали денежек на лизинг. И как только дополнительные деньги появятся в бюджете, думаю, что депутаты поддержат, мы в первую очередь отдадим сельскому хозяйству. Вот, Вадим Александрович, к вам вопрос какой. Можно ожидать, что на выборах, что чем больше руководителей предприятий сельского хозяйства пойдут на выборы и, соответственно, будут представлены случаи выигрыша на выборах в представительных органах, тем они активнее будут лоббировать интересы своей отрасли. Исходя из этого, много ли сейчас идет от села людей на выборы? Или все-таки это промышленные предприятия больше имеются? Ну, я тут имею в виду больше, конечно, выбора регионального масштаба, наверное. Ну, по нашему законодательному собранию, в общем-то, вы сами можете судить, много ли там представителей сельского хозяйства. То, что касается села, сельских муниципальных районов, сельских поселений, то вот на уровне муниципальных районов, особенно сельскохозяйственных, да, там они представлены, причем достаточно большое. Еще одна новость. Основу православной культуры нужно изучать в школах со 2 по 10 класса. Вот с таким предложением выступил патриарх московский всея Руси Кирилл на прошедших в столице рождественских чтениях. Это ежегодный образовательный форум, на котором присутствовали и представители Владимирской епархии во главе с митрополитом Евлогием. Как известно, сейчас курс основ православной культуры изучают только четвероклассники. По словам представителей Владимирской епархии, в этом году этот курс выбрали 41% учеников 33-го региона. Митрополит даже посетил одну из школ, чтобы посмотреть, как проводятся занятия. Он уверяет, что интерес у детей к этому предмету есть, и что курс должен иметь продолжение как в среднем, так и в старшем школьном звене. Минобразование готово поддержать эту идею. Здесь необходимо разработать учебные пособия, создать эту линию, создать учебные программы, подумать над методикой преподавания. Было представлено и Министерство образования, и Министерство культуры в лице министра, и другие структуры. И вот нужно сказать о том, что это нашло поддержку всецелую участников, о том, что действительно это необходимо. — Вадим Александрович, у меня к вам, как к учителю в анамнезе, скажем, вот так вот вопрос. — Это не профессия, это диагноз. — Это диагноз, да. — Как вы сами относитесь к этой инициативе? Необходимо ли настолько плотно преподавать основу православную? — Ну, православный верующий, я не могу относиться к этой инициативе как-то по-другому, кроме как положительно, потому что в основе любой религии, а конкретно вот в основе православия лежит добро, лежит учение добро. К сожалению, у нас в нашей жизни повседневной стало так много зла, сравнивая свое детство, даже атеистическое, оно все равно было добрее. Далеко за примером ходить не надо, вечером включите телевизор, потыкайте с канала на канал, там стреляют, тут душат, тут убивают. То есть это стало такой обыденностью, повседневностью, там интриги, тут склоки. А дети, они как губка это впитывают. — Это впитывают. — Поэтому должна быть какая-то отдушная, если это не на телевизоре, то хотя бы в школе, говорить о добре, о любви, об уважении к ближнему. Ну, на мой взгляд, это необходимо. Накануне Нового года редакция телерадиокомпании «Губернии 33» объявила конкурс Владимирских новогодних витрин. На призыв себя показать, других посмотреть откликнулись и частные предприниматели, и управляющие компании, предоставившие фотографии своих витрин, фасадов зданий, входов в магазины. В результате были определены следующие победители. Первое место присуждено магазину «Флора Центр» проспект Ленина, 30. Также в призерах ИП Потипалова Светлана Александровна «Мир ткани» — это проспект Ленина, дом 20, салон магазин «Лавка рукоделия», улица Большая Московская, 22, управляющая компания «Стрит» за украшение здания торгового центра «Владимир». Победители нарядного конкурса получили сертификаты на размещение рекламы на ресурсах телерадиокомпании «Губернии 33», сайте, телеканале «Домашний» и «Радиодача». Награждение состоялось в редакции нашей телерадиокомпании. У нас совсем мало времени, но вопросики я все-таки тут задам. Вот в Советском Союзе выборы — это были всегда праздник. Праздник. Это был праздник. В том числе и за счет того, как были украшены избирательные участки, что там и продавалось что-то, что обычно было трудно достать, и выглядели они так веселенько, скажем так. Так, вот к этим ближним к нам муниципальным выборам планируются какие-то новшества в украшении избирательных участков? И значимо ли это вообще для того, как пройдут выборы? Ну, как показываете социологические исследования, которые мы проводили, избиратели в меньшей степени обращают внимание на то, как украшен избирательный участок. Хотя атмосфера, которая на избирательном участке, да, она влияет на желание пойти на выборы или не пойти. Но ведь все новое — это хорошо забытое и старое. Потихонечку мы начинаем возрождать, вот в 2013 году на выборах в ЗС, на выборах губернатора, практически на всех участках у нас, особенно тех, которые расположены в школах, а те, которые расположены в культурных учреждениях, там были концерты, выставки различные, в том числе и выставки рисунков. Мы будем развивать это, будем... На явке сказалось? Она осталась на том же уровне, но ведь вы сами понимаете, что если это сделано один раз, то это... Ну, то да, нужна система. Оно может привлечь внимание. Речь идет о системной работе. Мы сейчас присматриваемся к опыту наших коллег по созданию именных избирательных участков. У нас была такая попытка. В 2012 году на выборах президента мы формировали пять избирательных участков. В Муроме Илья-Муромец, в Гусь-Хрустальном городе, в городе Мальцово, в Вязниках это избирательный участок Фатьянова, и в городе Александрове было сформировано два участка. В Туле, где эта работа идет давно, где эта работа идет на такой вот плановой основе, это приносит очень интересные результаты. То есть, допустим, на... Будет интересно посмотреть. Да, да, участок Куликового поля, особенно во время выборов там, где можно взять отрепительные удостоверения, люди стараются приехать именно туда, на этот избирательный участок. Поэтому это тоже одно из направлений, на котором мы будем стараться работать. То есть, еще раз хочу сакцентировать внимание. Я эту фразу говорю всегда, говорил и буду говорить, что работа по привлечению избирателей на избирательный участок, это не только работа избирательной комиссии, это наша общая работа, в том числе и средства массовой информации. Поэтому, обращаясь к СМИ с вашей помощью и к вам, я бы хотел предложить как-то популяризировать, в том числе и деятельность участковых избирательных комиссий. Ведь с виду совершенно такая простая работа, на самом деле очень тяжелая, очень напряженная. Выборы, они многогранны, они как алмаз. Вот СМИ постоянно пытаются рассмотреть только одну из грани этого алмаза, а я все-таки предлагаю посмотреть на эту работу со всех сторон. Александр Александрович, у нас, к сожалению, совсем уже вышло время. Давайте мы вот к этому алмазу, который вы сейчас очень красочно показывали, мы еще раз вернемся, пользуясь случаем. С удовольствием. Приглашаю еще раз. Спасибо. Выберем время, договоримся, еще поговорим. Я напоминаю, что гостем программы на всю Владимирскую сегодня был председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев. Вадим Александрович, спасибо вам большое. Спасибо вам. Я, Александр Козлов, с вами прощаюсь. Следите за новостями на нашем сайте trc33.ru. До встречи на телеканале Домашний и в эфире Радио Дача. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok